так дорогие мои всем привет у нас сегодня с вами очень вкусный макбанг посмотреть только на это я сегодня хочу поговорить на такую достаточно страшную тему которая коснулась ну считайте так что эта история которая сегодня расскажу она связана с людьми из моего окружения через одно рукопожатие то есть мне эту историю рассказали так давайте я вообще расскажу что мы сегодня едим и приступим к истории ребята нас сегодня с вами суши я уже в прошлом видео как-то говорила что я обожаю суши и вообще мне было такое настроение что скрыл вот макбанги там это да ну ребят я сегодня правда очень захотела роллов и также я сегодня правда очень захотела вам рассказать одну страшную историю которую ну просто недавно мои подружки ездили отдыхать на море ездили в турцию в египет и рассказывали мне как они там тусили отдыхали веселились и все вот это натолкнуло меня на ту историю о которой я вот хочу сегодня рассказать так давайте сначала попробуем потому что я просто очень хочу есть если честно мне здесь разные соусы это по моему соус спайси давайте макнем попробуем как я уже вам говорила вкусные суши это мое все давайте приступать к истории эта история произошла более 10 лет назад лет наверное двенадцать вот так вот то есть это был где-то год десятый двенадцатый две подружки поехали отдыхать поехали они отдыхать в турцию ну ребят все есть отдыхать в турцию да и обычно все заканчивается хорошо но тут они сейчас это с без риса это просто вот с авокадо с лососем это соус у нас знаете какой у ноги все ездят отдыхать в турцию все заканчивается у всех чаще всего нормально но тут все пошло совсем не по плану чем приехали они в турцию отдыхают я не знаю точно ребят очень вкусно когда это на их отдыхе случилось но факт в том что они приехали и пропали они пропали когда ловили попутку там знаете как бывает в турции что когда ты как бы у тебя есть когда ты отдыхаешь в отеле у тебя есть туристический автобус который тебя отвозит с отеля и привозит в отель и обычно туристы передвигаются на таком автобусе потому что ну во первых это выгодно это бесплатно это очень удобно это безопасно самое главное и вот они опоздав на такой автобус то есть они засиделись где-то в баре они опоздав на такой автобус стали ловить попутку знаете сейчас бы мы в наше время вызвали такси я думаю что двенадцатый год возможно это было проблематично сделать так как не было во первых ну были конечно да были были и айфоны уже в то время были но все таки не было таких смартфонов часто у людей были обычные кнопочные телефоны и когда ты не знаешь языка допустим да очень сложно попросить кого-то вызвать такси и они стали ловить попутку и это последнее когда их видели что они ловят попутку они сели насколько я поняла что там необходимо было проехать через горный перевал они сели и больше их никто не видел как вы понимаете когда пропадают люди туристы в другой стране их поиск вести сложнее родственникам потому что необходимо постоянно вести контакт с посольством либо самостоятельно ехать в Турцию или в ту страну где случилось происшествие и уже оттуда вести но это очень сложно потому что опять же это адвокаты это переводчики ты не знаешь языка но факт в том что этих девушек так и не нашли и вот когда недавно совсем мои подружки приехали с такого с отдыха они правда отдыхали в Египте они стали мне говорить что вот они там ну они вызывали правда такси но тем не менее они не успевали там на тоже на автобус они вызывали такси они достаточно поздно возвращались домой то есть знаете тут ну на самом деле когда ты не думаешь о последствиях в принципе кажется что ничего страшного но когда ты находишься в другой стране с другими людьми я вот как-то снимала влог ну не влог а мукбанг из Турции и посмотрите какая красота вообще очень прям вкусно и мы тогда ездили просто в город Турция абсолютно безопасная страна как я читала но все равно страшно ребят потому что мне было страшно так как я была ну мы поехали в город и я была единственная не знаю там относительно белокожая они как-то знаешь все равно на тебя смотрят так ну как на чужака и от этого немного не по себе становится тогда я была с мужем и мне как-то это ну как бы придавало сил что я с мужчиной но если бы я была одна также русские девушки имеют такую репутацию в Турции не очень хорошую что в принципе это может быть опасно в принципе это может быть опасно ребят поэтому если вдруг девчонки вы куда-то едете отдыхать едете допустим не знаю там только девушками даже если девушка и парень нужно быть внимательнее и ну знаете тысячу раз подумать прежде чем сесть в другую машину в чужую машину часто люди знаете выдают слишком сильный кредит доверия каким-то первым встречным и это может быть просто чисто знаете эмоционально потому что ты там на отдыхе ты отдыхаешь расслабляешься и можешь некоторые вещи не заметить а кто-то эти может воспользоваться потому что все-таки находясь допустим у себя дома ты знаешь какую дорогу тебя везут да ты можешь раньше понять что что-то не так ты в принципе более собран но когда ты находишься в отпуске часто ведь людей обворовывают именно в отпуске часто так случается что там не знаю там у туристов украли телефон или еще что-то потому что местные жители они могут этим воспользоваться легко в общем девушек этих так и не нашли выезжали туда их родители длительное время они там находились пытались но это горы это другая страна полиция там работает так же по-другому и все это усложняет поиски поэтому ребят девушки особенно я вас призываю если вы куда-то едете отдыхать будьте бдительны никогда ни с кем никуда не едьте не садитесь в машину потому что возможно человек действительно хочет вам помочь да возможно а возможно он хочет вами воспользоваться потому что он на своей территории у него больше знаний чем у тебя и ты можешь просто вовремя не понять что происходит так а ребят достаточно ну когда я просто об этой истории услышала мне показалось она очень страшной потому что непосредственно это знакомые моих близких людей и обычно мы в таком знаете о таких историях узнаем там из роликов про там true crime а здесь это прям личная такая тема ну в общем когда я у своих подружек сейчас спрашивала что думал мне было там страшно да они говорят да нет конечно не было ну то есть они просто не думали о том что может быть да там когда ты ну просто остаешься в центре чужого города знаю язык вообще мало чего понимаю просто отдыхаешь тусишь и знаете одно дело это туристическое супер туристическое место а другое дело это жилые районы какие-то особенно когда туристов меньше чем в туристических местах это действительно становится опасным поэтому я ну знаете я всегда переживаю если честно когда нахожусь где-то в таких местах в других странах мне страшно становится потому что я понимаю что я нахожусь абсолютно не на своей территории я турист я не знаю языка я мало что знаю о стране я для них чужак и в принципе ну эта ситуация знаете более опасна чем когда ты находишься у себя там в спальном районе где-нибудь не знаю в Биберево в принципе Москва очень безопасный город здесь везде камера но допустим в той же самой Турции когда мы гуляли я не помню в каком городе мы были по-моему этот город был назывался Сиде но там вообще во-первых там не было особо камер там не было вообще туристов это честно было страшновато вот так ребят пишите если у вас были какие-то страшные истории только на реальных событиях было бы интересно вот кстати я сейчас читала в Турции тоже пропала женщина в том году что ли вот нашли ее сотовый телефон то есть понимаете ну то есть это случается просто это как-то не афишируют периодически это случается и говорят что возможно ее похитили с целью чтобы выкуп просить но ее так и не нашли то же самое с той историей когда мою подружку пытались вывести и кстати мы недавно встречались я рассказала что сняла про нее видео вот это про я в описании в конце ролика то есть вставлю ссылку и она сказала что она до последнего вообще не понимала и когда когда она мне это рассказывала она как раз таки общалась с этой женщиной которая пыталась ее вывести вкратце кто не смотрел мою подружку пытались вывести опять же через Турцию под предлогом что ей нужно изучить язык на языковых курсах в Турции вот и она говорила что она до конца не понимала что ее разводят когда мне это даже рассказывала когда мне это рассказала мне просто волосы стали дыбом конечно ты что с ума сошла там тебя хотят похитить и так далее в этот момент она этого не понимала кому интересно заходите посмотрите это видео потому что оно правда страшное опять же знаете оно страшное потому что это непосредственно касалось моего близкого человека и ты понимаешь что в принципе это не просто сказки да что это реальность это наша жизнь такой достаточно суровый жестокий мир и есть люди которые занимаются очень странными страшными вещами вот поэтому заходите посмотрите это видео вот так поэтому девчонки еще раз повторяю будьте аккуратны даже у себя дома вот а в отпуске так подавно особенно если отдыхаете там вдвоем втроем девчонками то сейчас я уже понимаю какие-то риски и я бы там ни за что не села никому в машину никогда бы не стала ловить попутку но допустим если бы мне было 16-18 лет знаете тогда у тебя отсутствует как-то рефлекс самосохранения что ли когда подросток когда очень молодой ты не задумываешься о последствиях часто и можешь совершить какую-то знаете там фатальную ошибку сделать какой-то неправильный выбор поэтому а к некоторым это знаете в принципе чувство самосохранения долго очень не приходит поэтому будьте внимательны будьте внимательны это обалденно кстати вкусно у меня еще одна страшная история тоже на реальных событиях тоже из моего близкого круга но она настолько страшная что мне кажется даже под мукбанг не рассказать поэтому я решила сегодня сильно вас не пугать но по факту вот эта история она ужасна тоже знаете я не знаю подробностей ну потому что мне рассказали достаточно так сумбурно ее но какие тут могут быть подробности еще ребят сегодня у нас такой мукбан когда я съела все все что сказала такой вот у нас красивый красивый такой уголь спасибо вам большое ребят за просмотр берегите себя просто знаете иногда лучше перестраховаться я значит замечаю за собой что я с возрастом вообще становлюсь такая ну я перестраховываюсь жестко иногда бывает ну как бы загоняюсь и по безопасности и по всему но лучше так чем попасть в какую-то неприятность потому что когда ты попадаешь в неприятность ты знаете задним умом ты уже думаешь да вот это можно было избежать очень легко да если бы да как бы но уже поздно и тебе приходится расхлебывать то что приходится именно поэтому нужно подумать прежде чем сделать прежде чем сказать да конечно давайте там еще что-то потому что все так в принципе радужно и безопасно как нам кажется как знаете ну потому что просто этому в принципе не учат знаете в школе конечно нам говорят родители да там не бери конфетку не иди смотреть там котиков щеночков но даже это не работает потому что проводился эксперимент и все дети все кому предложили уйти пойти посмотреть котенка щеночка они все пошли смотреть котенка и щеночка потом их родителям отдавали и родители просто плакали что ну как так то есть я не знаю видели вы этот видос или нет когда просто типа чувак подходит и ребенок говорит там пойдем посмотрим котенка ребенок соглашается идет смотреть родители его теряет ну как бы пугается и ребенок возвращает родители говорят вот мы сейчас провели эксперимент ваш ребенок спокойно с нами ушел там за конфетку хотя все родители с этим говорят что так делать нельзя вот поэтому тоже касается и взрослых потому что взрослых очень легко обмануть и вот поэтому всегда критически мыслите когда вам кто-то что-то предлагает думайте о том что навряд ли это может быть сильно выгодно вам возможно это выгодно только этому человеку который вам предлагает на вас подвести еще что-то и лучше вызвать самостоятельно такси через приложение ни в коем случае не ловить с руки не садиться в восстанавливающиеся машины к незнакомым людям потому что ты не знаешь что на уме у других людей вот поэтому ребята я вам желаю всем быть аккуратными берегите себя а мы с вами встретимся в следующем видео всем пока подписывайтесь конечно на канал до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...